Две важные темы. Прежде всего, посоветоваться и обсудить вопрос нашей дальнейшей работы в международных структурах, ну и самое главное, экономическая структура, это Евразес. ОДКБ, СНГ и прочее, там у нас понятно, что делать, меньше проблем. А вот экономика в Евразийском экономическом союзе, это очень серьезный вопрос, несмотря на то, что уже нам и сделано там, об этом вчера говорили, но и тоже, слышно, в русском составе, в широком обсуждались проблемы, которые так или иначе надо решать. Поэтому вот Евразес, с твоей точки зрения, все-таки Россия у нас главный приоритет здесь, что нам надо, на что обратить внимание. И второй вопрос, комиссия. Тебе поручено возглавить комиссию, а все-таки по экспорту товаров, все-таки основные группы товаров вы рассматриваете комиссионно, чтобы не было жалоб, не было как результат никакой там обиды друг на друга, ну и, естественно, как результат коррупции. Я очень большие надежды возлагаю на эту комиссию. Прошло, ну, я считаю, полгода фактически, что мы можем уже итоги подводить, это точно. Есть у нас там глобальный вопрос, по которым принимались решения и даны обещания, в том числе и мне, как работает комиссия, и уже по прошествии этого времени, как будет строиться основное направление работы этой комиссии на следующие годы, на перспективу. Ну и те вопросы, которые ты хотел со мной обсудить оперативно. Ну и потом, я думал, что вы съездите на Пескаровское кладбище, на Пескаровском кладбище на возложить от Беларуси цветы, тем более, что год освобождения Беларуси в будущем, и все-таки там погибли наши люди. Все-таки Ленинград пострадал так, как Беларусь, мы с каждым об этом говорим, поэтому, если вы еще не побывали, надо побывать там. Александр Ильич, мы с министром иностранных дел начали с этого сегодняшний день. С нами был заместитель Беглова, который родился в Минске фактически, является белорусом, как мы его в шутку называем. Прошло очень хорошее мероприятие, вы правы, для них это очень важно. Они в этом году отмечают 80-летие начала прорыва блокады, а 27 января 2024 года будут отмечать уже полное освобождение Петербурга, очень серьезно готовятся к этой дате. И вот через Александра Дмитриевича просили вас, чтобы мы на хорошем уровне были представлены. Оргкомитет возглавляет Матвиенко, поэтому, ну, просят не меньше Натальи Ивановны Качановой. Нет, это не вопрос, не вопрос, это... В свою очередь мы их пригласили, вы правы, на 80-летие освобождения Беларуси, на торжественное мероприятие, которое у нас будет 3-го июля. Поэтому для них это сакральная тема, все время... И для нас тоже что-то, история. Да. Поклонились памятнику нашим белорусам-ремесленникам, которые вы еще открывали в 1996 году. 12 тысяч наших учащихся, которые в рамках распределения по Советскому Союзу приехали сюда, в Ленинград, обучаться фактически рабочим профессиям, попали в блокаду, погибли. Мы это место увековечили. В этом году наше генконсульство, при участии нашего генконсульства, мы этот памятник привели в порядок, тоже подложили цветы и отдали дань памяти.